Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1383. Нам нужно выполнить действие. И первый пункт. 45,09 деленное на 1,5 минус 2,1 третия умноженное на 4,1 вторую минус 2,5 умноженное на 2,1 вторую и деленное на 4,1 четвертую. И давайте найдем значение этого выражения по действиям. Первое действие у нас будет деление. Второе действие – умножение в скобках. Третье действие – умножение в скобках. Четвертое действие – вычитание. Пятое действие – основу деления. И шестое действие – вычитание. И первое действие. 45,09 деленное на 1,5. Переносим запятую в делителе на один знак, значит, и в делимом на один знак запятую переносим. Начинаем делить числа 45 и берем по 3. 3 на 15 будет 45. 45 минус 45 – 0. И 0 сносим. Но 0 меньше, чем 15. Поэтому 0 дописываем в частное. И следующую цифру сносим, девятку. Девятка у нас уже шла после запятой, поэтому в частное запятую поставили. Получили 9. 9 делим на 15. Но 9 меньше, чем 15. Поэтому снова 0 дописываем в частное. И помним, что в конце десятичной дроби можно написать сколько угодно нулей, при этом дробь у нас не изменится. Дописываем 1,0 и его сносим. Теперь 90 делим на 15 и берем по 6. 6 на 15 – 90. 90 минус 90 – 0. И деление закончили. Получили 30,06. Второе действие. 2,13 нужно умножить на 4,1. Переводим дроби в неправильные дроби и умножаем 3 на 2. 6 плюс 1,7. 7 третьих. Сразу под общую дробную черту умножить на 2 на 4,8. Плюс 1,9 на 9 вторых. 3,9 сокращаются на 3. Здесь 1, здесь 3. В числителе остается 7,3. 21. В знаменателе остается двойка. 21 вторая. И 21 вторую можно перевести в десятичную дробь. Для этого и числитель, и знаменатель на 5 домножаем. 21 на 5 будет 105 десятых. И так как у нас десятых, то должно быть один знак после запятой. 10,5 получаем. Третье действие. 2,5 умножить на 2,1 вторую. Здесь есть два пути. Или десятичную в обыкновенную перевести, или обыкновенную в десятичную. Давайте десятичную в обыкновенную переведем. 2,5 – это будет 25 десятых. Сразу в неправильную дробь переводим. 2,1 пятая тоже в неправильную дробь переводим. 2 на 2,4 плюс 1,5 на 5 вторых. Здесь у нас 10 и 25 сокращаются на 5. 2 остается. 25 на 5,5. 5 на 5,25. 25 четвертых. И давайте домножим на 25. И числитель, и знаменатель. 25 на 25 – 6,25. 4 на 25 – 100. И два знака запятой нужно отделить. То есть получаем 6,25. Четвертое действие. 10,5 – результат второго действия. Минус 6,25. Получаем 4,25. Пятое действие. 4,25. Сразу приведем в обыкновенную дробь. Разделим на 4,14. Давайте 25 сотых сократим на 25. Здесь 1, здесь 4. Получаем 4,1,4 делится на 4,1,4. Число делится само на себя. 1 получаем. Из шестое действие. Из результата первого действия. Там мы получили 30,06. Почитаем результат пятого действия. 1. И получаем 29,06. Это значение всего выражения под первым пунктом. 29,06. И выполнили задание 1383 под пунктом 1. Решение второго пункта смотрите на другом видео. Ну а если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.